Всем привет, с вами Диз, и сегодня я поведаю вам о новом обновлении Майнкрафта, то есть о снапшоте новом 13w04a. Итак, обновлений было очень мало, но всё-таки они были довольно интересны. Первое, это то, что диспенсеры, а также дроперы, теперь можно ставить вертикально вверх. Как-то странно они, конечно, не выглядят, но вот этот, вот этот, вот этот вот диспенсер очень сильно мне напоминает, по-моему, из RedPower есть такой блок, называется он, сейчас не помню уже. В общем, он выполнял функцию, нажимал правой кнопкой мыши на блок, который видит перед собой. Здесь он просто будет выкидывать предметы вверх, ну давайте всё-таки я вам покажу. Так, диспенсер лучше. Рычаг. Нет, сначала его скопируем, потом активируем, и видите, вверх выбрасывает просто. Ничего интересного. Но всё-таки может быть полезно. А вот с дроперами, как видите, может быть что-то прикольное. Мы можем взять так сундук, поставить его вот сюда, заполнить его, например, тем же рычагом, активировать, и в сундуке, то есть беспалевно так. Интересно, очень интересно. Кстати, по-моему, я в прошлом обновлении вам не сказал, что вот эти самые дроперы теперь в сундуке могут вещи класть. Ладно. Дальше теперь дроперы, как обычно, остались так же, выкидывают, например, в тот же самый ТНТ. Но диспенсеры, этот ТНТ будет выплёвывать. Просто брать так выплёвывать. И так же они будут одевать на вас броню. То есть, теперь они уже конкретно отличаются, диспенсеры и дроперы, друг от друга. То есть, вот, даймон честплейт. Подходим. На мне ничего не одето, как видите. Активируем рычаг. И на мне теперь даймон честплейт. Можем его вот так вот положить. Снова активировать. И, как видите, он просто взялся. То есть, продуманно сделано, продуманно. Дальше давайте положим в сайт ТНТ. И, смотрите, он его просто вот так вот выплёвывает. Если бы прям на большее расстояние, было бы интереснее. И вот такой вот ТНТ у нас сразу подожжённый из раздатчика выплёвывается. Это очень интересно. Дальше, теперь растения. Любые растения с помощью костной муки выращиваются поэтапно. То есть, раньше, чем мы брали костную муку, сажали пшеницу, нажимали, и он сразу полностью вырос. А теперь нам нужно стратить более трёх-четырёх костной муки на это растение. То есть, оно может само вырастет, там, на два этапа, например. И мы просто две костной муки, например, потратим. А так нам раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Даже семь. Хм. Семь костной муки придётся истратить, чтобы полностью вырастить нашу пшеницу. Это, я считаю, не очень-то и честно. Не очень интересно. Совсем уже стало. Но, думаю, это к добру, может, что-нибудь интересно ещё придумают люди. Дальше, теперь ещё мобы. Любые мобы плохие. Ну и даже не плохие, а обычные мобы. Теперь не бегают по рельсам. Ну, давайте всё-таки вам покажу, а то совсем маленькое видео получится. Рельсы. Нажимные рельсы давайте поставим. Поставим. Ускорительные рельсы. Ускоряющие. Так вот. Крипер. Ставим крипера. Гнетка едет. И... Нифига не происходит. Почему? Потому что рельсы маленькие. Ну ладно. Пофиг на эти рельсы. В общем, мобы теперь убегают с рельс. Убегают с рельс. Окей, пофиг на них. Ну, теперь, в общем, мобы на рельсах бегать у вас не станут. Может быть, они имели ввиду прям систему рельс, может, замкнутую. Я не понял их. В общем, теперь вот так вот. Ну и, конечно же, 20 багофиксов новых. Всё. Больше добавлений, обновлений, нововведений нету. Такой вот маленький снапшот. Чё, может быть, чем-то они заняты. Вот API, например. И вскоре мы увидим что-то действительно классное. А пока. На этом всё. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Читайте Twitter. Сдавайте вопросы в Армспринге. Вступайте в группу. Или я это уже сказал. Впрочем, не важно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok